Ну вот в таком дерьме иногда приходится копаться канала для водопровода. Но главное этот трактор, черт его знает, времени не хватает ознакомить всех со всеми какими-то нюансами. Ну что могу сказать, кабина чрезвычайно тесная, но эти японцы, корейцы, кто их этих кабелка делает? Еле-еле в этой кабинке. Еле-еле я сюда залазил. Ой, со своим-то животом. Ручной газ. Это ручка для отвала для лопаты бульдозерной. Я сразу хочу сказать, вот под этим надо глушить. Это глушилка трактора этого. Здесь видимо пульт не работает, не знаю. Все остальное, чтобы опустить эту фигню, надо не эту ручку, а вот эту на себя и тогда уже вниз. И точно так же наверх. Вот она такая. Остальное все примитивный экскаватор. Ничего особенного здесь нет. А, и еще хочу... То, что я... То он... Еще замок зажигания, зараза. Вот газ пришлой туда. И газу больше. Что я хотел показать. Вот это вот... Значит, мы поднимем стрелу. И как это кочерга. Почему я его? Я его назвал кочергой. Вот эта вот педаль единственная. Вот она. У нее два положения. Вот что она делает. Вот он так перемещается. Видите как? Зигзагом. И тогда можно копать уже... Получается, сейчас ковш находится за пределами... Ну, если, конечно, его поставить... Трактор относительно... Правильно. Повернуть поворотную систему правильно относительно гусениц. То получается, что ковш находится как раз за пределами... Если он влево, за пределами левой гусеницы. А если повернуть его вправо, так как стрела и так не совсем по центру, а чуточку... Даже справа, по-моему. Ну, неважно. Допустим, она по центру. То теперь уже ковш за пределами правой гусеницы. Вот в данном случае, что мы здесь рыли, все обваливается. Видите, мы по-примитивному все делаем. Без водопонижения и без этих щитов боковых. Но щиты боковые, они тоже... Они и хорошо, и плохо. С ними неудобно. Так вот, с этой системой... Шеф, хозяин этой фирмы... Мы с ним вчера выбирали этот трактор. Он остановил свой выбор на этом. Это очень правильно. Это очень... Это просто супер. Это как раз вот... Мне не надо ни переезжать, ни мучиться, ни выпендриваться там. А взял, выставил эту стрелу как надо, и все. Ну, что еще? Бак 120 литров. Ну, все это можно в интернете найти. А, ну, можно было показать, как это окно лобовое поднимается кверху. Но это тоже все примитивно. Дверь, кстати... Дверка боковая вот так вот закрывается. Ну, дверной проем... Вот я... У меня вес почти 120 килограмм. Ну, немножко такое не габарит. Я еле-еле. Сидение не двигается. Очень-очень неудобно. Это, наверное, вот эти вот азиаты делают для себя, под себя. И вот такая вот фигня получается у них. Короче говоря, я хоть и рад этой стреле такой кочерговой, но на самом деле по эргономике кабина я называю такое орудие пыток. Это самое настоящее орудие пыток. Вот сейчас мы его заглушим. Вот эта глушилка. Вот ее на себя. И все. Странный, конечно, вариант. Ну, фиг с ним. Ну, вот, в общем-то... Вот, в общем-то, и все, что я хотел пока показать. Нету времени. Да и вообще уже замучились. Все. Спасибо большое. Но все-таки кабелка ничего. Нормальная техника. Нормальная. Единственное, только кабина в этом очень неудобная. Все. Спасибо. Спасибо.